всем привет сегодня у меня снова работа поспели помидоры два ящика не знаю сколько здесь килограмм но думаю что больше 25 в этих ящиках и крутится у меня в голове одна песенка не минуты покоя хожу и подпеваю не минуты покоя не минуты покоя с этих помидор я сегодня хочу приготовить томатный сок на зиму подготовила здесь пустой таз налила сюда воды здесь я буду мыть помидоры сижу на улице кстати у нас сегодня пасмурная погода и накрапывает дождик здесь подготовила пустой таз сюда буду резать помидоры и помидоры сегодня буду перекручивать на соковыжималки. Через соковыжималку буду готовить сегодня томатный сок на зиму. Ну и, как говорится, вперед из песней. Ни минуты покоя. Сейчас буду мыть помидоры и обрезать. Делать я это буду без вас, так как мне негде поставить камеру. Оставайтесь со мной, кому интересно. Ну что ж, порезала я помидоры. Получился у меня вот такой большой таз. Этот таз у меня где-то примерно на литров сорок. Помидоры я резала половинками, кусочками, как получалось. Здесь я подготовила вот такую соковыжималку. Эта соковыжималка, по-моему, называется журавинка, если я не ошибаюсь. Досталась нам от свекрови. И на эту соковыжималку я сейчас буду отжимать сок. Здесь подготовила тазик под сок, здесь тазик под отжим. И сейчас вот эти все помидоры мне нужно отжать на соковыжималке. Оставайтесь со мной, кому интересно, но я буду работать пока без вас. Выдавила я сок через соковыжималку. Получился у меня полный таз. И здесь в кастрюле примерно литров 18 томатного сока. Томатный сок сейчас ставлю на огонь. Варится томатный сок. Вот такой густой он получается. Баночки я поставила стерилизоваться. Вот такой большой таз. Варю домашнего томатного сока. В томатный сок я всегда добавляю соль и сахар по своему вкусу. Если вы не любите добавлять соль и сахар, не добавляйте. Я же люблю. И поэтому я добавляю сразу соль и сахар по своему вкусу. Вот такой домашний томатный сок получается. Очень густой. Нам зимой будет очень вкусно. Ну что ж, сок наш приобретает вот такой красивый цвет. Пенку я эту собираю. Она нам не нужна. Выбрасываем. Сок оставляем. Пенку собираем. Очень вкусный домашний томатный сок. Каждый год заготавливаю его очень много. Томатный сок очень любим. Пенку эту всю соберем сейчас. Она нам не нужна. Сок помешиваем. Сюда я добавила соль и сахар по своему вкусу. Такая красота получается. Самый настоящий томатный сок. Такого магазина вы не купите. Пенку эту всю собираем. Томатный сок начинает закипать. Сейчас покипит минут 10. Я буду выключать и закатывать. Сок поменял цвет. Стал темно-бордовым. Но камера, конечно же, этого не передает. Не забываем снимать пенку. Очень вкусный домашний томатный сок получается. Можно уже сейчас разливать стаканчики, охладить и наслаждаться очень вкусным, полезным томатным соком. Ну, а здесь в кастрюле еще меня ждет сок. Здесь примерно литра 3 или 3,5. Ну, а здесь в тазу сейчас сок наш покипит. Я закатаю и поставлю на газ кастрюлю. Крышки прокипятила, баночки простерилизовала. Ну, что ж, томатный сок готов. Кипел он у меня 10 минут. Сейчас я буду его разливать по баночкам и закатывать. Но перед этим томатный сок я перемешиваю, чтобы в каждую баночку попала и мякоть томатного сока. Баночки я простерилизовала. И будем сейчас разливать наш томатный сок по баночкам. Вкуснота получается неимоверная. Вот такой густой томатный сок. Обязательно в тазу перемешивайте постоянно, когда наливаете. Чтобы томатный сок был вместе с мякотью. разливаем. Самый настоящий томатный сок. В магазине такого точно вы не купите. Баночку разлила. Вот такая красота получается. Дальше буду разливать. нашу вкусняшку. Поставила в кастрюле на огонь еще одну партию нашего сока. Разливаю пока в литровые баночки. Очень вкусный домашний томатный сок. Вот так. Две баночки разлила. И продолжаем дальше. У кого есть излишки томата, обязательно приготовьте себе вот такой домашний томатный сок. зимой будете наслаждаться и вспоминать о лете. Тазики перемешиваем все, чтобы мякоть также попадала в баночку. Вот такая вкуснота. я люблю сразу добавлять соль и сахар в томатный сок. Кто-то не любит этого, кто-то любит просто сок чистый. Кто-то добавляет потом себе зимой в стаканчик или в кружечку по вкусу соль и сахар, но я добавляю сразу. зимой открыл такую баночку. Как я уже говорила, будем вспоминать о лете. Помидоры у меня с огорода. В этом году очень много их наросло. Вот такая вкуснота. я пока варила его, я уже напробовалась. Очень вкусно. Сейчас разолью по баночкам и закатаю. Снова перемешиваю тазу. чтобы попадала мякоть. Не чистый один сок похожий на водичку, а вместе с мякотью. У нас сейчас вечер. Почти 8 часов вечера. Ну, а у меня, как говорится, не минуты покоя. Целый день у меня в голове крутится эта песня. не минуты покоя. Времени нет ни на что. Горячая пора, сезон заготовок. Хочется всего закатать. к этому времени свободного просто нет. Кому не захожу на каналы, поймите меня и простите. Освобожусь немножко, буду заходить ко всем на каналы, писать комментарии. Ну, а пока прошу понять меня и простить. Вот так баночку заполнили. Баночки заполнили. И сейчас буду накрывать крышками и закатывать. Продолжаем дальше разливать наш томатный сок. 4 баночки я уже закатала. Перемешиваем тазу и разливаем. У нас сегодня дождик был. Пока разливаю, немножко с вами поговорю. Очень давно не было дождя, но сегодня немножко полил сухо на огороде. Все повысыхало. Скоро же и август заканчивается. Наступает осень. Вернее наступит осень скоро. Похолодает. Вот так баночку налила. Ничего не вижу. Снимаю. так сейчас опять перемешаю. Тарахщу тут тазом. Очень жарко. Эти дни у нас на улице было до 35 градусов. На улицу просто не выйти. Я еще заготовками занималась. Так вообще хуже, чем в бане. Сегодня пасмурно целый день, но все равно очень жарко. Окно открыто. целыми днями окна открыты. А не продохнуть. Жарко очень. Даже сейчас стою вся мокрая. сейчас это разолью. Еще поставлю баночки. Стерилизоваться мне не хватает. На следующую партию я разливаю в двухлитровую по-моему банку и в полторачку. еще остались полторачки баночки. Сейчас поставлю эту штуку. Не вижу сквозь камеру, что делаю. Калошка наш сок. Я уже говорила, чтобы попал мякоть баночку. Жарко, дурно. Скоро картошку копать. Мы еще не копали. Соседи свои уже выкопали. А кстати, у меня муж командировки опять уже почти целый месяц. Все лето командировки. Приезжал несколько раз на выходные и один раз был дома недели полторы наверное и снова командировки. Там баночку сейчас нальем. Работает он у меня вальщиком леса. Я уже говорила это на своем канале. Май месяца у нас в Беларуси был очень сильный ураган. Очень много леса повалило. Особенно в Могилевской области вот туда ездит командировку. не знаю когда приедет. Отпуск у него должен быть скоро. Не знаю дадут или нет. Нужно копать картошку. Дома уже сынок меня скосил картошку. А что на поле творится даже не знаю. У нас еще на поле картошка посажена. На торфянике скребу по дну по дну ой господи я уже заговариваюсь черпаком по дну таза. Наконец-то сказала что хотела. Сейчас это все разолью. Может кому-то мешает этот шум. Ну уж извините. Хочу немножко разлить и с вами немножко поговорить о том о сем. Поэтому вот так получается. Ну ладно буду дальше разливать и покажу потом итог что получилось у меня. Сколько закатала. Здесь у меня немножко осталось. Сейчас долю до этой баночку. Вернее эту баночку я уже заговариваюсь. Устала за целый день. Целый день занимаюсь заготовками. Как говорится как я в начале видео сказала не минуты покоя. Так и хочется петь целый день эту песню. Не минуты покоя. Ну что ж закипела у меня еще одна партия томатного сока. Перемешиваю буду разливать. Баночки простерилизовала. Вот там столько закатала. За окном у нас уже темно. разливаем томатный сок постепенно баночки горячие баночки разливаю разливаю в трех литровую банку сделаю одну банку большой густой томатный сок баночок. Хочется уже отдыха. Я целое лето как белка в колесе. Не минуты покоя. так баночку разливаю. Не знаю сколько меня здесь выйдет надо помешать. Томатный сок люблю с детства. Помню очень часто его покупала мама и очень часто мы ходили в кафе и заказывали томатный сок на разлив. Это было очень вкусно. Ну а сейчас делаем свой домашний сок из домашних помидор. Обалденный вкус. У меня уже слюнки потекли. Я сейчас кружечку выпила. холодненького томатного сока. Здесь очень жарко у нас. Двери не открывают, так как налетают мухи. Висит лента здесь от мух. сейчас баночку разлю. И наконец-то буду отдыхать. Сейчас наверное где-то уже половина девятого вечера. баночку так баночку разлила и утопила черпак. Отключаюсь. Буду ловить черпак с кастрюли. Ну что ж, наконец-то закатала я сок. Получилось у меня его 17,5 литров самого настоящего домашнего томатного сока. Будем зимой наслаждаться и вспоминать о лете. Ну вам спасибо, кто досмотрел мой видеоролик до конца. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч и всем пока.